Еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Говорим о меланоме, что изменилось в стандартах, а может быть изменится в ближайшее время. Начнем с адъювантной терапии. Сегодня в нашей стране мы уже достаточно широко используем новые опции, которые не так давно были зарегистрированы. Это Ниволумаб, Пембролизумаб и Дабробинипстранипентимов для адъювантной терапии меланомы третьей стадии. Мы продолжаем, вернее в наших рекомендациях остается терапия интерфероном в низких дозах для локальных стадий. Это вторая Б с акцентом на изъязвленные формы. И если мы посмотрим на рекомендации, то интерферон остается как возможная опция при отсутствии доступа к инновационным препаратам для пациентов с третьей стадии. На сегодняшний день эти три новые опции действительно говорят нам о том, что новые препараты увеличивают безрецидивную выживаемость у пациентов с третьей стадии. И на сегодняшний день отсутствуют сравнительные результаты. И, скорее всего, таких исследований не будет проводиться. Поэтому у нас нет данных, говорящих о том, что какой-то из режимов обладает большей эффективностью по сравнению с остальными. Поэтому отбор и выбор терапии, адъювантной терапии для пациентов мы основываем на других факторах, не всегда имеющих отношения на самом деле к эффективности. Но когда мы говорим все-таки о возможности использовать интерферон при третьей стадии, мне кажется, очень вовремя появились результаты вот этого исследования с пембролизумабом, но в сравнении с интерфероном и эпилемумабом. Ну, если вы посмотрите на годы, то мы поймем, что исследование это начиналось, когда и высокие дозы интерферона, и эпилемумаб являлись стандартом терапии в Соединенных Штатах Америки для меланомы высокого риска. И на тот момент пембролизумаб был еще не зарегистрированным препаратом, поэтому вот дизайн исследования таким образом построен. Но что нам важно, что в этом исследовании мы еще раз увидели, что все-таки в прямом сравнении пембролизумаб обладает большей эффективностью, дает статистически значимое увеличение безрецидивной выживаемости в сравнении и с эпилемумабом, и с интерфероном. Да, это исследование не продемонстрировало влияние на общую выживаемость. И оно, в общем, повторяет результаты исследований с неволумабом в сравнении с эпилемумабом, который тоже не дало нам прироста общей выживаемости. Объясняем это последующими линиями лечения и возможностью использовать антипедиантитела у пациентов после прогрессирования и на интерфероне, и на эпилемумабе. Но совершенно четко видно, что по улучшению показателей безрецидивной выживаемости пембролизумаб продемонстрировал свое явное преимущество. Ну а что в перспективе мы можем ожидать? Уже понятно, что, так сказать, такой акцент в исследованиях адювантной терапии с меланомы третьей стадии переместился на более ранние формы, на локальную меланому. И вот три исследования сегодня идут. И результаты первого исследования пембролизумаб против плацебо было представлено на недавно прошедшей конференции ЭСМА. Дизайн этого исследования очень похож на дизайн исследования с пембролизумабом при третьей стадии. Мы здесь тоже видим первую часть, где сравнивается непосредственная эффективность пембролизумаба с плацебо у пациентов с инвазивной меланомой локальной, а это вторая В и вторая С стадии. И исследование имеет вторую часть, результаты ее не представлены. Вот там как раз будет возможность оценить отдаленные результаты этого исследования и роль пембролизумаба, использование пембролизумаба на более ранних стадиях. Исследование свою задачу выполнило, а первичная конечная точка была продемонстрировать именно улучшение выживаемости без прогрессирования. Мы это хорошо видим по представленным данным. И в целом, по сравнению с плацебо, пембролизумаб снижает риск прогрессирования при инвазивной меланоме на 35%. Токсичность исследования не продемонстрировала каких-то различий в уже хорошо известном нам перечне нежелательных явлений. И вообще мы видим, что нежелательные явления третьей и четвертой степени действительно регистрировались у очень небольшого числа пациентов. В целом, связанные с лечением, лишь 16% пациентов испытывали нежелательные явления третьей и четвертой степени. Тем не менее, следует отметить, что примерно у 20% пациентов в группе пембролизумаба возникла необходимость длительного приема гормонозаместительной терапии. Поэтому для пациентов с ранними стадиями это может иметь клиническое значение. Какие вопросы встают? Скорее всего, что этот новый режим будет зарегистрирован для инвазивной меланомы. Но вопросы. Роль биопсии сторожевого лимфоузла. Надо сказать, что в этом исследовании все пациенты проходили эту процедуру. Но в принципе вопрос этот есть. Если пациенты и на второй стадии, и на третьей стадии после проведения биопсии сторожевого лимфоузла будут получать одно и то же лечение, то тогда встают вопросы, нужна ли эта процедура. Мы так долго к ней шли, мы так были рады, что у нас все больше и большее количество пациентов все-таки получает этот метод диагностический. Появление нового стандарта, возможно, нам говорит, а надо ли тогда ее проводить. Второе. Конечно, следующие все новые исследования адювантной терапии уже будут требовать изменения критерий включения, потому что появятся пациенты, которые на более ранней стадии получали антипедиа, антитела. И вопрос, как будут планироваться адювантные исследования нового поколения, безусловно, будет обсуждаться. Ну и, конечно, самое главное, что нам интересно, все-таки вот такое раннее начало вовлечения новых препаратов на самом раннем этапе развития опухоли, даст ли нам возможность еще больше увеличить общую выживаемость пациентов, на этот вопрос мы пока ответить не можем. Если говорить о терапии метастатической меланомы, ну, мы с вами стали свидетелями того, что в прошлом году наше отечественное антипедиа антитела было зарегистрировано, пролголемаб, я не буду о нем говорить, мы сегодня, во-первых, его уже действительно используем, Светлана Анатольевна более подробно расскажет об этом препарате. Мы стали свидетелем регистрации тройной комбинации для лечения метастатической меланомы и, в общем-то, увидели и плюсы, и определенные разочарования. Ну, разочарованием я считаю то, что использование тройной комбинации не увеличило количество пациентов с объективным ответом, вот, ну, действительно, мы увидели и задачи исследования были выполнены, был отмечен прирост выживаемости без прогрессирования, было отмечено увеличение медианной длительности ответа. Существенная расплата тоже, к сожалению, довольно-таки серьезная, потому что нежелательное явление третьей-четвертой степени почти у 80% пациентов регистрировались, даже на комбинированной иммунотерапии эта цифра составляет 58%. Что нового появилось в проекте рекомендации Русска, это возможность использования, помимо комбинации вимуруфениба, кобеметениба и отезолизумаба, другого триплета. Это даброфениб, тромитиниб и пембролизумаб. Ну, мы, эта новая комбинация была включена на основании результатов исследований Киноут 0.22, где она изучалась в аналогичному по дизайну исследованию, но исследованию с другой статистической гипотезой. И поэтому, если мы посмотрим на цифры и выживаемости без прогрессирования и длительности ответа, то, в общем, мы численно увидим, по сути дела, те же самые показатели. Но вот эта другая статистическая гипотеза не, так сказать, привела к тому, что они были признаны статистически значимым. Тем не менее, обращая на себя внимание, все-таки значительно меньше частота нежелательных явлений третьей и пятой степени при использовании этой комбинации, достигающей 58%. Для кого, в каких ситуациях может быть, именно эта комбинация является приоритетной для пациентов, которые, скажем, плохо переносят комбинацию вимуруфениба и ковиметениба. Мы знаем, что по кожной токсичности именно эта комбинация дает нам больший процент тяжелых осложнений. Поэтому у отдельных пациентов такую комбинацию, опять же, на основании решения врачебной комиссии мы можем использовать. Но вопрос на сегодняшний день нерешенный. Всем ли пациентам нужна эта тройная комбинация? Ну, есть, вернее, понятно, что, скорее всего, нет. Но, к сожалению, сегодня мы не можем эту группу пациентов выделить, и об этом эксперты пишут. Поэтому для, так сказать, врачу-онкологу при назначении этих режимов следует взвешивать потенциальные риски и ожидаемую пользу. Следующее новое такое новшество в наших комбинациях, вернее, в наших рекомендациях, которые предлагает русская. Но эти же изменения на сегодняшний день вынесены и в проект рекомендаций Ассоциации онкологов. Просто посмотрим, время покажет, будут ли они утверждены. Это использование комбинированной иммунотерапии не только в ее стандартном варианте, неволумап 1 мг, эпилемумап 3 мг, но и альтернативный режим неволумап 3 мг и эпилемумап 1 мг. Мы знаем о результатах исследования Checkmate 511, где вот эти два дозовых режима изучались. Это исследование было спланировано на самом деле для того, чтобы в первую очередь сравнить частоту нежелательных явлений и тяжелых нежелательных явлений. И сегодня, когда у нас есть уже обновленные данные по безопасности, мы видим, что действительно использование вот такой обратной, так скажем, обратных дозировок действительно уменьшает частоту тяжелых осложнений с 48 до 34%, то есть минус 14%, снижает частоту серьезных нежелательных явлений и снижает частоту нежелательных явлений, которые приводят к досрочному прекращению лечения. При этом обновленные показатели и выживаемости без прогрессирования, и общей выживаемости, они практически идентичны и в одной, и в другой группе. Тоже, значит ли это, что мы теперь всем пациентам предлагаем только такой измененный дозовый режим? Конечно, нет, но в отдельных случаях у пациентов с ожидаемым высоким риском осложнений, с наличием сопутствующих заболеваний, мы можем назначить врачебной комиссии и вот такой модифицированный режим. Надо отметить, что частота объективных ответов была все-таки несколько ниже при использовании вот такого альтернативного режима. Длительность терапии тоже очень важный момент. Всегда практически на конференциях этот момент обсуждается. Все-таки должны ли мы использовать иммунотерапию так же долго, как и таргетную терапию? Можем ли мы безопасно отменить иммунотерапию, зная о ее, в общем, особенностях и отличиях от таргетной терапии? Ну, наверное, нельзя сказать, что вот это такое всеми, абсолютно всеми поддерживаемое предложение, но если мы посмотрим на рекомендации ЭСМО, то вот такие критерии возможной отмены иммунотерапии мы увидим. Какие это критерии? Это достижение полной регрессии, которая подтверждена как минимум двумя последовательными, последенно выполненными исследованиями, и в случае, если длительность терапии к моменту принятия решения составляет не менее 12 месяцев, но не более двух лет. Кстати, в рекомендациях ЭСМО эта цифра даже ниже. То есть, в общем, сегодня вопрос актуальный, его часто задают врачи общей практики. Мне кажется, появление все-таки вот такой опции, это тоже, в общем, важный шаг. Это не значит, что всем пациентам мы можем такое предлагать. Это требует, конечно, индивидуального обсуждения, но во всяком случае такая возможность у нас появилась. И новая комбинация, сегодня об этом уже говорили, линфодианип с мембролизумабом изучается при различных опухолях и в том числе и при метастатической меланомии. Вот такая схема, линфодианип с мембролизумабом включена в рекомендации РУССКО. Сразу надо, так сказать, акцент сделать на то, что, конечно, это не терапия первой линии, а это возможная опция лечения для пациентов, в первую очередь для пациентов рефрактерных к иммунотерапии, потому что мультицентровое исследование ЛИП-04 было нацелено именно на эту популяцию пациентов. Критерии включения – это подтвержденное прогрессирование по РИЦИСТу на фоне антипеди-1 или антипеди-Л1 терапии. Ключевой показатель эффективности – это частота объективных ответов. И, в общем, мы видим, что действительно частота объективных ответов, вернее, объективный ответ у каждого пятого пациента регистрируется. Но помним, что в этом исследовании только у 40% пациентов линвотенив с пембролизумабом во второй линии назначались, у 60% пациентов это лечение получали пациенты уже в третьей и последующих линиях. Понятно, что это крайне неблагоприятная популяция пациентов. Тем не менее, у 66% пациентов достигался контроль над заболеванием, и медиана длительности ответа составила 8,3 месяца, что, конечно, очень и очень для такой прогностически неблагоприятной популяции пациентов очень и очень неплохо. Вопрос о том, как предшествующее лечение влияло на вот эту частоту ответа. Здесь видно, что все-таки наибольшая частота объективных ответов регистрировалась именно у пациентов с прогрессией на иммунотерапии, в частности, на антипеди-1 терапии и в комбинации с анти-CTЛ-4 терапией. Значительно реже объективные ответы регистрировались у пациентов, которые не получали иммунотерапию, которые получали только анти-CTЛ-4 антитела или которые получали таргетную терапию. Но, в принципе, контроль над заболеванием во всех этих группах регистрировался. Ну и вот на сегодняшний день представлены результаты безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. В общем, тоже для этой категории пациентов очень и очень неплохо. И перспектива. Вот в заключении я хотела бы рассказать о этом исследовании, потому что, ну, во-первых, это первое, вернее, это новая комбинация иммуно-онкологических препаратов. Мы знаем, что рилатлимаб – это анти-ЛАК-3 моноклональное антитело. А ЛАК-3 еще один такой негативный регулятор иммунного контроля. И исследования более ранние подтвердили синергизм работы рилатлимаба и ниволумаба. И вот в этом году на АСКО были представлены результаты уже рандомизированы, вернее, впервые они были представлены на АСКО в этом году, а дополнительные данные были представлены на конференции ЭСМО. И второй отличительный момент, если в исследовании Checkmate 067 мы всегда говорим, что исследование не было нацелено на то, чтобы сравнивать комбинированную иммунотерапию с монорежимом ниволумаба, то в этом исследовании дизайн был составлен именно таким образом, чтобы сравнить комбинацию рилатлимаба и ниволумаба с монорежимом ниволумаба, который сегодня является нашим, ну, в общем, основным стандартам лечения. Исследование свою, так сказать, основную задачу выполнило. Мы хорошо с вами видим, что комбинированная иммунотерапия дает нам существенный прирост выживаемости без прогрессирования. Смотрите, медиана достигает 10 месяцев в сравнению с 4,5 месяцами на ниволумабе. Год переживают почти 48 пациентов без прогрессирования процентов и только 36 на ниволумабе. И что очень важно, это, конечно, безопасность. Такой очень серьезный вопрос критики. Мы предъявляем комбинированные к нашей первой комбинации ниволумаба и ипелемумаба именно в связи с высокой частотой нежелательных явлений. Вот это исследование нам продемонстрировало, что в комбинированной группе нежелательные явления третьей-четвертой степени, связанные с лечением, посмотрите, всего лишь у 19% пациентов регистрировались и привели к окончанию терапии всего лишь у 8% пациентов. Ну и, в общем, основные, все спектры иммуноопосредственных нежелательных явлений, он, в общем-то, совпадает уже с тем, что мы знаем, но обращает на себя внимание просто единичные пациенты, которые испытывали нежелательные явления третьей-четвертой степени. Ну и наиболее часто именно вот такие тяжелые осложнения были со стороны печени, но это всего лишь 4% пациентов. И вот те данные, которые были представлены на ЭСМА, это оценка того, что происходит с пациентами, которые получали последующее лечение, последующую линию терапии. Так вот, оказалось, что использование комбинации рилатлимаба с неволумабом снижало риск прогрессии и смерти и после последующей линии системной терапии по сравнению с неволумабом. Ну и таким образом, это исследование продемонстрировало, что фиксированная доза рилатлимаба и неволумаба – это еще один плюс. И, кстати, плюс еще и то, что оба препарата, так сказать, находятся в одном флаконе. Просто поскольку мы участвовали в этом исследовании, то, в общем, у меня есть опыт лечения именно этой комбинации, продемонстрировало преимущество в отношении выживаемости без прогрессирования, очень существенное прирост медианы выживаемости. Причем преимущество этой комбинации было во всех подгруппах, в том числе и независимо от экспрессии ЛАК-3. Пока на сегодняшний день не представлены данные по общей выживаемости и частоте объективных ответов. Очень важно, что эта комбинация продемонстрировала такой очень благоприятный профиль токсичности с осложнениями третьей-четвертой степени только у 19% пациентов. Эта комбинация снижает риск прогрессирования и смерти и на последующих линиях терапии. И поэтому, безусловно, эти результаты потенциально являются новой опцией для пациентов с метастатической меланомой. Но сразу скажу, что пока эта комбинация не зарегистрирована ни в одной стране. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...